Добрый вечер, дорогие зрители! В рамках нашего проекта «Культурная линия» нам очень приятно, что сегодня мы собрались в живом режиме, не онлайн, а оффлайн, это большая редкость. И что у нас гость, который преодолел карантин, и он с нами сегодня, российский актер Кирилл Сайца. Мероприятие мы проводим совместно с театральным фестивалем Станиславский ЛВ и с российской стороны помогли организовать этот визит нам наши коллеги, журналисты из международного медиаклуба «Формат А3». Также мы очень благодарны Министерству культуры Латвии, которая тоже поддержала и одобрила это наше сегодняшнее мероприятие. Теперь я приглашаю на сцену Кирилла Зайцева. Добрый вечер! И, конечно, зрителей интересует, как, Кирилл, складывается твоя карьера после отъезда из Риги в Россию, потому что у нас на экране кадры из фильмов «Твои работы». Значит, там, это фильмы, которые стали рекордсменами проката в России, это «Движение вверх», «Серебряные коньки», «Последний богатырь», «Коп», «Союз спасения». Вот нам будет очень интересно, чтобы ты поделился, как складывается твоя карьера, как вообще обстоит сейчас вот ситуация, даже в пандемический период, вообще в российском кинематографе. И слово предоставляю Кириллу. Еще раз добрый вечер! Рад вас видеть! Рад быть здесь, в Риге! Это, ну, какой-то действительно большой праздник. Я пойду сейчас по Рижским улицам и нахожусь как будто в сказке. Вот, я вам могу сказать, что сегодняшний вечер уникальный, потому что мы покажем фильм, и премьера этого фильма будет полнее, чем она была в Москве, когда мы его показывали 9 мая. Потому что здесь присутствует большинство главных, ну, как бы вообще все главные герои и большинство актеров, которые участвовали в фильме. Вот, ну, об этом после, как сказала Ольга. Вот, во-первых, всем еще раз спасибо, что меня пригласили, и формату А3, и культурной линии, и агентурия Захарьяд. Всем! А вот, поэтому давайте просто, чтобы не было у меня какой-то лекции и прочего, вы зададите вопросы конкретные, и я на них постараюсь честно ответить. Прежде всего, я хотел бы рассказать о первом своем фильме, который я снял не как актер, а как продюсер. Он называется «Познавая цвет войны», это документальный фильм о художниках, так сказать, их называют «шестидесятники». В общем, советский период, и режиссером этого фильма выступил Игорь Григорьевич Коняев. Фильм тоже участвовал в большом количестве, в большом количестве фестивалей. Его показали как раз в пандемии, в разгар пандемии, в 12 часов, когда по другим каналам показывали парад 9 мая, по культуре показали «Познавая цвет войны». Вот продюсируемый мной фильм, я надеюсь, что мы его тоже покажем в Риге. И Игорь Григорьевич помог, был режиссером, и мы рассказали эту историю. Потом, вы абсолютно правы, это вещи несовместимые. И может быть, если бы не было, ну я просто не могу, как это, знаете, перенести весь рассказ о фильме на потом. Я расскажу все-таки предысторию этого фильма, раз уж такой вопрос, и вообще, как он получился. Я имею в виду «Сашка. Дневник солдат», который мы сегодня посмотрим. Дело в том, что, когда я приехал в Ригу, будучи выпускником мореходной академии и хотел бы раздеть по морям, а потом я искал какое-то пристанище, работу на берегу, я нашел объявление в Рижском русском театре, точнее, в интернете, что Рижский русский театр набирает актеров. И судьба так сложилась, что тогда в Рижский русский театр пришел художественным руководителем мой будущий мастер Игорь Григорьевич Коняев и Елена Игоревна Черная. Я благодарен звездам, что так получилось. И Игорь Григорьевич сказал мне, я могу тебе предложить попробовать поучиться на курсе, который он уже набрал. И я попробовал, и, как говорят, знаете, ушел в театр, ушел в море. И вот ребята сейчас, с которыми я учился, они снимаются в этом фильме, и они сейчас здесь вот присутствуют. Это актеры ведущих латвийских театров, это актеры Рижского русского театра, это люди, которых я очень люблю. Давайте поаплодируем. Мы сделали большое количество действительно достойных спектаклей по Чехову, по Достоевскому, по Лермонтову. И один из этих спектаклей был как раз по Вячеславу Кондратеву «Сашка», который назывался. И тут у моего друга, у моего однокурсника Ивана Клочко, Ваня, родилась идея, и он написал сценарий как раз по одной из новелл про немцев, по Вячеславу Кондратьеву «Сашка». И он предложил снять об этом фильм, сделать фильм. Он закончил режиссерские курсы в ГИКа, написал сценарий, и мы начали, по сути дела, думать, как бы это сделать. И в какой-то момент, чем больше я погружался, тем больше я понимал, что я не могу этого не сделать. И как-то так сложились обстоятельства, и, ну, знаете, нет худа без добра. И что и пандемия выпала на монтажный как раз период, тонировочно-монтажный, и прочее, прочее. Короче, дело, мы собрались, нашли неравнодушных людей, ребята приехали в Москву, и что происходило у нас, что я с гордостью могу говорить, что сейчас очень редко происходит в кино, мы репетировали. Понимаете, сейчас в кино, реально, ну, по большому счету, 80%, ну, просто, чтобы не обидеть, две мизансцены. Сидим, говорим, стоим, говорим. Понимаете, ну, давайте, раскидали, актеры опытные сюда, мы репетировали. И, благо, Игорь Гриотич Коняев согласился быть художественным руководителем нашего проекта. И он присутствовал на съемках, и очень помогал нам, и мы репетировали вместе с ним. И это выстраданная работа, которую так вот с коленки сделать не получится. Спектакль был более полный, и он полностью рассказывал как раз новеллу Сашка. И он был полный, с участием всего нашего курса, то есть не новеллу, а всю повесть. А здесь мы взяли именно новеллу про немца. Ну, то есть про немца, когда Сашка пленит немца, ведет его к комбату. Ну, по разным причинам. Одна из причин это то, что кино снимать дорого. И мы собирались снимать короткометражный фильм, а у нас вышла такая крепкая короткометражка, которая со скрипом, извините, влазит в тайминг многих фестивалей. 38 минут длится фильм. Ну, короткий метр, если вы... Ну, он 15 минут максимум, ну, 10 минут. Вот, обычно делают режиссеры, чтобы показать свой киноязык. А здесь мы взяли вот этот маленький-маленький эпизод. Ну, и я не скажу, что сильно изменилось какое-то наше видение, в отличие от спектакля. Единственное, что приходилось, конечно, немного перестраиваться в какое-то киносуществование. Потому что в театре все-таки говорить нужно громче, чтобы тебя услышали до 20-го ряда. А в кино существуют и микрофоны, и прочее. И при эмоциональном состоянии, которое должно оставаться, вот, говорить можно тише. Но это другой вопрос. Я думаю, что, во-первых, его воспитание, ну, здесь, целостность, мужество. Война – это вообще страшная вещь. И не дай бог нам вообще, чтобы это случилось. И я считаю, что одна из целей, как бы, этого фильма, чтобы мы никогда к этому не вернулись и предотвратились, сделали все, чтобы этого не случилось. И этот фильм, я считаю, что он показывает и напоминает все-таки тот момент, что русский воин во второй Великой, во второй, так скажем, Отечественной войне, война не может быть Великой, он был освободителем, а не захватчиком. И вот это нужно помнить. Вот я удивляюсь, на самом деле, знаете, чему? Как быстро действительно нашлись неравнодушные люди. У меня есть убеждение, что сейчас очень не хватает хороших сценариев. И если сценарий хороший, Ваня Клочко и Игорь Игорь Игоревич Коняев сделали хороший сценарий. Нашел, и, ну, естественно, мы, как я, как продюсер, как режиссер, ходили, так сказать, по кабинетам и искали как раз неравнодушных. И называется «Репрезент». Всегда деньги найдутся. И вот эти неравнодушные люди, я не могу не сказать, как бы о моем сопродюсере Дмитрие Якунине из Москвы. Он сказал, поехали в Архангельск. И я говорю, ну, вообще-то там осень у Кондратьева. Он говорит, ну, ничего, познакомимся. Надо познакомиться. Я говорю, ну, давайте полетим, поговорим. Мы прилетели, мы рассказали там военно-историческому обществу, познакомились с Центром Патриот в Архангельске, познакомились с Анатолием Конычевым. И через какой-то момент вечером говорят, губернатор хочет с вами встретиться. Мы говорим, да, ну, и мы не против. Не зря же мы прилетели. А вот, и мы встретились, и эти вопросы решаются вот, ну, достаточно как бы просто. Когда вся презентация прошла, сказали, ну, я думаю, что нужно снять такой фильм. Мы, значит, скрывая радость, сказали, хорошо. Вот, и так получили первые деньги. Но деньги эти, которые мы получили, это был как бы первый такой вот снежный снежок. Потому что нам помогли очень много организаций. Естественно, охотники помогают, когда фильм уже снят и видят результат. Нам помогло, значит, Министерство культуры Архангельской области, Центр Патриот Архангельской области, молодежная организация Таврита в России, Фонд президентских грантов подключился. Ну, и все, потом, Росмолодежь, Российское агентство молодежи. Вот, короче говоря, все подключились и все помогли. И я этому приятно удивился и понял, что если у тебя есть хороший сценарий, если у тебя есть силы, желания, и ты смотришь людям открыто в глаза и говоришь, что хочешь сделать что-то хорошее, люди найдутся. И вот этих добрых людей, я сейчас почему-то вспомнил об этом. Ой, не хочется, конечно, ну я не могу об этом не сказать. Я не могу не сказать о хорошем человеке, которому недавно не стало. Это Игорь Буймистер, которого не стало. И для меня этот человек сыграл очень важную роль. В тот момент, когда я решил учиться, и Рижский русский театр помог мне, я имею в виду в Латвийской академии, учиться, мне нужно было на что-то жить. Игорь Буймистер, который тогда руководил Транскоммерсбанка, Трансмерсбанка, мы с ним поговорили, Эдуард Ильич нас познакомил, и он все мое обучение помогал мне финансово. Ну то есть, грубо говоря, просто безвозвратно давал мне стипендию. Я считаю, что вот такой просто поступок, ну такой он редко вообще случается в жизни, я считаю, что это заслуживает аплодисментов. И этот человек, которому я бесконечно благодарен, я потом приезжал, и его говорят, можно мы сфотографируемся с вашими сыновьями? И говорю, Игорь, да я хоть на корпоративе буду у вас выступать, и, не знаю, песни петь, понимать после того, что вы мне сделали. Поэтому вот эта доброта человеческая, она на самом деле добрых людей больше. Я в этом убежден. Безусловно, мы должны ценить в нас, в нашем народе, то чувство, которое, которое на самом деле очень сильное, которое есть и в других народах. Но я считаю, что чувство сострадания, оно очень нам присуще. И нужно этим правильно, ну как бы знать это и видеть в этом силу. И повышать как бы свой внутренний, внутренние силы, внутренний дух. Ну вот я думаю, что одно из них, это вот чувство сострадания. И наш фильм, кстати, тому пример. Спасибо большое за вопрос. Я не могу не рассказать о спектакле, действительно, который недавно состоялся, который мы сделали с моим мастером, Еленой Гринной-Черной, при поддержке и продюсировании фонда Безрукова, Сергея Витальевича. И вот это, кстати, изображение, где я пишу письмо. Я к вам пишу. Это, так сказать, кадр из моноспектакля моего. Много говорят о Лермонтове, и много говорят разного. Вот он такой-сякой, но погружаясь, ну вот у него такой был характер, он так себя вел, он так-то, так-то, но погружаясь действительно в историю, и что для меня было, допустим, открытием, когда я занимался этим спектаклем, одно из его призваний, ну естественно, это было, он был поэт, но другое его призвание было военное. И он военный, и оказывается, выдающийся военный. Он был сослан после стихотворения «На смерть поэта», где он написал достаточно такие яркой, ну так сказать, открыто критикуя власть после смерти Пушкина. Вот. И был, по сути дела, сослан на Кавказ, ну у нас бы, знаете, в горячую точку, можно это сказать. В горячую точку, просто в самое пекло, где просто мясорубка. И вел себя там героически. И даже был такой случай, когда, вот если вы помните, стихотворение «Валерик», и когда человек с тонкой душевной организацией попадает в такой ужас, и он сделал гениальное стихотворение, написал, и как раз, что самое удивительное, свои самые гениальные произведения он написал за четыре, практически вот эти года, когда был на Кавказе, и за четыре месяца до своей смерти, как бы это предчувствие, ну, это удивительно. И там он проявил себя геройски, и его командир назначил его, ну, назначил награду «Золотое оружие». То есть, по сути, сейчас это как герой России или прочее, но Николай I вычеркнул его оттуда. То есть, этот человек был удивительный, даже, ну, все мы не без изъяна, все у нас разный, разный характер, но, читая его произведения, и дотягиваясь до чего, почему хочется читать Лермонтов, почему хочется этим продолжать заниматься, потому что это, знаете, тут надо тянуться, надо тянуться и тянуться, дальше, дальше, дальше там, нету такого, что ты вот, ну, все, раскусил и понял. И поэтому я очень рад, что удалось сделать нам такую работу, которую я очень надеюсь привезти в Ригу и показать латвийскому зрителю. Спектакль действительно удивительный, во-первых, тем, что у нас художник-постановщик Роман Муромцев, но и художник-видеоарта, это современный, сейчас очень современный петербургский художник Александр Петрович Войцеховский, который согласился рисовать как раз вот такой вот у нас видеоарт, там в облаке, если вы видели фотографии спектакля, как раз вот зарисовки жизни, которые приблизительно могли бы быть, ну, приблизительно могли бы быть и у Лермонтова, может быть. Ну, спектакль получился хороший, что я буду нахваливать его? Я просто, надо приехать, показать и все. Ну, я вообще много чем занимался, я и макроме вязал, вот и рыбками аквариумными, и на гитаре играл, и в баскетбол, как оказалось нужно. Но если серьезно, то я считаю, что человек, ну, когда он учится, наверное, в школьные годы, или когда он юн, он должен очень много, много себя где пробовать, много какими увлечениями заниматься, и чувствовать там, ну, где действительно ему хорошо, и где он не чувствует какой-то усталости. В данном случае, когда я пошел в театр, я очень самонадеянный, я решил, что, ну, камон, ну, посмотрите на меня, я такой нормальный себе парень, ну, что, я не могу текст выучить, что ли, сказать его. Я пришел очень самоуверенный, ну, вот жалко, Игорь Григорьевич, нету этих, нету этой записи, когда я просто на белом глазу не сказал, ну, я подготовил там, в общем, Пушкина, и Паратова я вам сыграю. Ну, просто, просто выучил текст, и мы там с какой-то девушкой изображали, совершенно не понимая. Вот, и танец у меня был там, и песня, я подготовился. Мне сказали, ну, и ваш по телефону, Тамара, по-моему, со мной разговаривала, сказал, ну, и ваш диплом, квалификации. Я сказал, да и без диплома, нормально все будет. Ну, это нужно, мы ищем дипломированных актеров. Да и спокойно, я приду, все покажу. Вот, в итоге Игорь Григорьевич сказал, не, брат, мы тебя не возьмем в театр, но, если хочешь. И в какой-то момент, когда я начал ходить, это тоже такая, если вы думаете, что это так просто, естественно, это драма. Это отдельно можно краткометражку, или, как человек меняет судьбу и делает решение. И кардинальные изменения у меня были, и семейные, и прочее, прочее. А вот, когда я решил, что, нет, я все-таки, я попробовал, и когда я, помню, шел здесь вот по площади свободы, с каким-то парнем пересекся, и он говорит, ну, как тебе на работе? Я говорю, Пага, Пага, вы понимаете, Пага, что такое Пага. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, ты же там, что-то в театре там, я понял, что я в голове не ассоциирую работа и театр. И вот, если вы не ассоциируете то дело, которым вы занимаетесь с работой, вот, ну, то это счастье. Ну, надо еще найти людей, которые готовы деньги за это платить. И тогда вообще шикарно. А когда еще и в кино начинаешь сниматься, вот, там больше платят, чего же душой кривить, чем в театре. Ну, то вообще красота. Делаешь то, что любишь, и тебе еще деньги платят. Ну, это, мне кажется, счастье. У нас были и есть хорошие учителя. И еще раз повторюсь, мы воспитывались на Достоевском, Чеховом. И на самом деле, почему нашему курсу повезло, это сто процентов, у нас была возможность Тургенева мы играли. Да, Ян? Да. У нас была возможность выходить на сцену и делать это сразу, практически со школьной скамьи. Мы очень быстро, я на третьем курсе уже играл Петра в Островском. Да, А Яна играла Ксюшу. Моя первая театральная любовь. Сидит. АПЛОДИСМЕНТЫ И это, наверное, от мастеров зависит, от воспитания, потому что ничего, мне говорят, а как вы, как же так сыграть, хорошо? Как же вот так, чтобы тебя волновало? Мне говорят, а вот такая серьезная тема. Да никак, погружением, только погружением, и вы даже не представляете, насколько требовательно и правильно требовательно происходило наше обучение с Игорем Григорьевичем и Еленой Игриной. Чтобы сыграть благословение любви, блестящий спектакль. Артурс Маскес написал музыку, и мы все его исполняли. Мы прочитали несколько книг, и одно из них Райдис и его братья. Да, вот все показывают, показывают толстенную, толстенную книжку, вот, потому что актер должен чем-то наполняться и должен погружаться, и только так он может в себе пробудить сострадание, только так он может в себе пробудить какой-то эмоциональный отклик и в своей душе к тому, что происходит. А если как бы читать только, ну, разрезку, знаете, которую присылают, ну, можно что-то сделать на технике, если она есть, какое-то возбуждение. Вот я похожу, и я уже возбудился. Но камера, она все видит. Она видит вот в глазу как раз вот эти вот тонкости, за которые, я думаю, и дают Оскары, Золотые Орлы и прочее. Награды. Награды Награды ждают люди, понимаете, и ты об этом не думаешь, но просто так все сложилось, меня позвали на сцену, я сказал спасибо, взял, вот, но жизнь продолжается. Я не знаю, я не знаю, что сказать, но наград, наград стоит, неприятно, я иногда хватаюсь за нее, ну, тяжелая, заряжаюсь. Ну, нет, это подбадривает, естественно, но то есть, ты думаешь, нет, все-таки, меня чему-то научили, раз другие люди так это признали. Значит, мы не зря работали над дыханием, над вниманием и прочее. Значит, во всем этом есть смысл, и если изначально мы его, знаете, как просто, ведь ты не понимаешь некоторые вещи, ты понимаешь уже потом, когда проходит время, а, для чего это было, а, внимание и прочее, а сейчас уже, ну, естественно, я уже не смотрю фильмы как просто зритель. Я посмотрел недавно фильм «Дюна», ну, там блестяще играют актеры, там очень крутой кастинг и у них такое мощное сосредоточение, как раз то, чем у нас учили и то, чем главный инструмент, чем работает в кино. Мощное внимание, мощное сосредоточение, большая конкретика, ну, как и в театре. Вы знаете, ну, можно много говорить и это все-таки зависит от людей. Некоторые оптимистично воспринимают, некоторые пессимистично. Я верю только в свои силы. И я знаю, что вот нам выделено сколько-то времени, ну, мы еще поживем активно, ну, лет 50. И вот в эти лет 50 надо потрудиться, чтобы какие-то фильмы остались для наших детей, чтобы они говорили, ну, вот это мой папа. Там бегает с винтовкой. Или там он, посмотрите, на коньках. Вот. И я как-то, знаете, спокойно. Фильмов очень много разных. И мне ближе фильмы, после которых, знаете, не хочется, нету такого ощущения, что надо помыться. Вот если я смотрю фильм, и он меня не возвышает, да, и если у меня нету какого-то, ну, доброго чувства сострадания, или он меня не мотивирует на что-то, на что-то доброе, мне, ну, это как бы не мое кино. У каждого есть свое кино, есть там фестивальное кино, есть такое, такое, сякое кино. Но если после кино хочется, не знаю, позвонить маме или сделать что-то хорошее, доброе, все что угодно, если он побуждает, потому что кино, это как любое искусство, оно должно воздействовать. Если оно воздействует правильно, ну, ты задумываешься о чем-то, если у тебя происходит какое-то потрясение эмоциональное и правильное сострадание, ради чего мы приходим в театр, ну, тогда это мое кино. И поэтому, вот, мое кино такое, как движение вверх. Вот. Ну, не только, не только, знаете, такое, не только движение вверх такого типа, но подбирая роли, допустим, я думаю о том, чтобы все-таки там была какая-то человеческая жизнь написана. Даже если вот кто видел серебряные коньки, мне хотелось, чтобы там все-таки какая-то судьба человечка была, даже этого несчастного, который думал, что вообще жизнь у него в кармане, он так лихо катается, он такой сейчас, опа, а ему опа, девчонки полюбили не меня. И он бьет, он не понимает, как я, я же такой-сякой, меня тут это, а вот, а вот так бывает. И все равно я сопереживаю моему Аркадию Трубецкому. А если это просто функция какого-то, негодяя, ну, то мне это не очень интересно. Ну, я могу сказать о проекте Мира. Это такая космическая катастрофа. Сейчас любят про космос снимать. Вот одна из Мира, где играют там командира космической станции. и второй большой проект, в который я, так сказать, по инерции ледовой залетел. Я буду участвовать в ледниковом периоде и на первом канале кататься на коньках. Расскажите, кто будет вашим партнером? Нет, я не расскажу. Даже если я вам рассказал, вы посмотрите, уже в конце сентября, по сути дела, я вот прилетаю и сразу на постановку номера еду к своей партнерше. Скоро, это будет скоро, поэтому встретимся на первом.